Тускс. 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 Ну, сейчас поглядим, в кого больше Ликвид верят. Мне тоже он больше в оффлей не нравится, но вообще на роли суппорта он также не... Конечно, убивать может быть тяжеловато. Почему? Потому что уже Дазл есть в наличии. То есть роумящий Туск, он поэтому имеет проблемы, ну, если просто тяжелые герои для убийства. Но! Я бы не сказал, что тут тяжелые герои для убийства. Вот в чем прикол. Разор, ну, особо без эскейпов. Дазл... Ну, он может подсейвить хорошо, но если вы нормально вгрызлись в героя, то зачастую вы его и так и так убить. Из этих 5 секунд. Но любой убит, потом самого Дазл обоистер переключится. Это тоже неплохой вариант. Осталось 5 секунд. Жук. Я бы тоже не сказал, что у него там дофига эскейпов. Да, он может неплохо карапасами чуть урон по себе понизить. Минус консерв лансер. А, нет. Вы не оставляйте нам выбора, антимаг. Причем, знаешь, причем я даже... Вот в таких ситуациях ты даже почти уверен, что команда до этого и не думала брать ни антимага, ни фантом лассера. Такие увидели банк Пэйла. Ага. Значит, серьезного керри боитесь? Получите антимаг. БА! Спектру. Или спектра, да. Ну, чё-то такое. Футки шутками, а... ... есть. Осталось 5 секунд. Ну? Ну чё, они там иконку спектра найти не могут? Или антимага. Или антимага. Подсказать что ли? Ловкачи. Зелененький. Темно-фиолетовый спектра. Да. Иногда с завязанными глазами это антимаг. Только птички поют. Птички поют весьма умиротворюще. Да не надо им петь, пусть замолчат. Да чё, у меня чё... Чувак! Чё, даже пяти вечера нет. Чё ты начинаешь вот это? О! Антимаг! Так же так, так же так, антимаг! Ооо! Неожиданно. Никто бы не мог. Я бы в жизни не подумал, что мы можем убить этого героя здесь. Да. Да они непредсказуемые пик. Когда забанили гирокоптеры, лансеры и взяли джиггернауты. Кто же это может быть? Даже ликантропа забанили. Начинается на А, заканчивается на Е. Осталось десять секунд. Много вариантов. Нет, ну, значит, заканчивается он на Г, вообще. Антимаге. Антимаге? Ну, тогда да. Всё, вся комментария излишняя. Дополнительное время. И теперь что же делать? Эти все линзы с антимагами. Лучше бы мы им ланцер отдали. Не, мне кажется, с ланцером тут было бы ещё больше проблем. Но антимага можно хоть как-то... Ну и что, вам теперь орщиту инвокера будет, я надеюсь. Нужен какой-то саппорт или оффлейнер. Осталось десять секунд. Осталось десять секунд. Ты просто кричишь рандомные слова? Да, рандомные... Буквы. Бардер появляется. Ну, почти акс. Ну, вроде. Более-менее норм. Хотя в прошлой игре у нас тоже претензий особо к пику не было, но... Там что-то совсем пошло не по плану Роксов. Что уж тут поделать. Если Леверспирид снова доберётся до Ганима, можно... Поздравлять Тим Ликвид с победой. Потому что антимага овер быстро зафокусить будет трудно. Ну да, вот эти выдюнивания... А его просто возьмут, достанут, он отпрыгнет, до злоу подхилит, разорчик прожмёт Мекку и он запрыгнет назад. Кому скажи, что раньше даже Аганим для этого не нужен был? Не поверят. Да? Не поверят? Скажут, что вы за бред несёте? Это же имба! Ха-ха-ха! Этого быть не могло в такой игре. Замечательно, как Дота 2. Тут же всё балансно. Осталось 10 секунд. И тут, знаете, нет... И тут Топ-10 до Тома... Мы... Осталось 5 секунд. Походу... ...вёрт Спиритов. Про разные игры с тобой разговаривали. Эр, и тут топ-10 до Тома... ...вёрт Спиритов, таки. Ха-ха-ха-ха. Балансно. Баланс... Смешное слово? Смешное слово. Где ты его слышал? Шахматы, наверное Да, да, возможно Приготовьтесь к битве Короче, поехали, победим Кто у нас знаком? Команда Tornado Rocks Арзик будет бегать у нас на Бене Безеза Инвокер Йол Туск Седой на Шиггернауте И Гостик Слардар Ну и Team Liquid Куру будет играть на Дазли На Разоре катает у нас Фата Эрт Спирит Снова Джеракс Никс Это Майн Контрол И, конечно же, Матомбо Мэн На Антимаге Битва за Баунтируну Так, мне показалось, или Никс только что Манго сожрал Да, походу он сожрал манго Ну, мисклик Или мискоммуникейшн Ну, я только что просто такую синюю штучку От него видел исходящую Ну, типа Звука, правда, не было, но ладно Ну, просто обычно в оффлейн Пытаются с собой взять манго Запретить это, как Многих ММО там и так далее Ваша мана уже полная Типа, вы не можете Защита От манго-доса? Или от чего это может быть защита? От идиота Я хотел сказать, что вот Меды Не, ну блин А если тебе прям совсем надо нажать Вот, ты хочешь потратить это манго Ну, слот освободить надо Выложи Так это долго А так ты нажал одну кнопку и съел? На тиммейта нажми О, а если больше Начинается Тоже ты обязательно Большой баку Медели Удалить Да, надо набрать Это очень дорогой предмет Вы уверены? Очень важный Удалить Легендарного качества Да, ну ладно По линиям у нас получается ЧТО По линиям у нас выходит Вместо Квапы сейчас Инвокер в миде С Бэйном будет стоять Против все того же Разора В прошлый раз Разора Получилось подгнабить Малость у него Даже по деньгам Все было не совсем круто Но потом Мы знаем Чем игра закончилась Что-то гадать Пока рановато Жукс Приходит на линию Да, снова Разора Будет не сладко Кстати Пэйн инвокер Тяжеловато Гоняют здесь Гостика В общем Дазол Меняется тычка Дазол Ты слабее С Лартара Должен быть Должен быть Да, в идеале Но по тычке У него всего на 6 Меньше атаки А он еще и рейнджевой Поэтому Тут нормально Должен этого Слардарыч Пытаться По крайней мере Разминать его Да, и крипы Возвращаются на линию Урод там Продолжает Развлекаться С ним там еще Крип гоняется Так, у нас там внизу Кого-то сейчас прессуют Ну, такое Тут земелья-то подтянулся Размен тычками Я бы сказал Эть Не получилось немножко Пролить крипчика Вообще Жук тут хорошо стоит В плане того, что Его не гоняют Экспой он получает много Вот Первый, кажется, нет Третий уже Заданай на крипчика Я просто видел Там пару крипов пропустили В плане Даная Поэтому Жук там норм Кол себя Вкатывает И дальше что? Дальше раскруточка А все А что ты сделаешь? Это Феррис Глад Неплохо Неплохо получилось Еще и Джеррексу Малость досталось Да, причем это уже гарантированный сапог Можно сказать Для Джиггернаута А это неплохо Потому что сапог Это базила в итоге И сапог Да Обязательно Съемочный Рунка И Туск забирает Баунтируну Мне получилось немного У Джерракса Малость он Опоздал Битва саппортов За эти гроши Я сразу вспоминаю Поляну И как у нас Люди За бутылки Вечером Там дерутся За пустые? Да Примерно так же КПшники знают Ты сначала Скажи КПшники Потому что Не все зрители из Украины Студенты Технический институт Студенты этого замечательного луза Кноубол Вкатились Фьюри Ну и все Еще минус Трол В принципе Неплохо Он еще так Отчаянно Эти карапасы Ну мол Труп прокнет Ну так вот И как потом Такую катку Можно будет закинуть Скажи И можно будет И закинуть Весь ввиду Рокс Да Не ну Погоди Ты Мратно хоронил Ребят Может быть Они я закинут Нет Но если они все так же будут Типа Разные кнопки Вне зависимости от происходящей ситуации То возможно Все Я ничего не буду отрицать В прошлой игре я тоже много чего рассказывал Чувствую покер Веколепно просто Действует 12 на 6 Ну Прошлая игра выглядела примерно так же Фата стоял в соло Терпел 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 Потом пошел Сделал там 20 риплкил И Стал себя хорошо чувствовать Самая простая на карте задача Этот Молдер Есть Точно Уже третий ур Он еще и за рункой побежал Он еще и аркейн руну находит О Уже этот Земеля Он все-таки подождет рунку Нет Не ждет Он ничего Он просто забирает Ну 30 маны 60 маны Нормальные такие Монокостики себе В принципе Норм Слушай Когда появится он неслой Что делать здесь Никсу без инвиза Да Никсу без инвиза Тут вообще ничего Карапасы как бы не особо спасают Я слышал Да Правильно Слышал это Во-первых Это была правдивая информация Источник Источник Я не подвел Все Все верно Можешь дальше его слушать Не-не-не Не делается Так Даззл Слардарчику По спине Говорили о том Что Слардар Больше Даззла Но Город нам доказывает Обратно Так у него 60 атаки У Слардара 61 Сколько? 51 69 Если уж Пошло Тут 57 65 То есть В принципе У Даззла Он может даже И пожестче плюха Вылететь Чем у Слардара Вот этот Дрыщ-то Салкой Мак Волшебник Прошу Так он руками бьет Причем тут Волшебник Слардара? Нет Я про Даззла У Даззла Тычка может вылететь Больше чем слардара У него максимальный Кап выше Он маг и волшебник Я все понял Я на любую Вещь Подобные Отговорки У нас тут План на триплу в миде Вдруг неожиданно Натотекнулось И должен Должен умирать сейчас Йол Но он особо не хочет По-моему Плетела плюшка Там Даззл отравил Да, Даззл отравил Мак И волшебник Молодец Конечно Что он Мак и волшебник Так Там Типа аут Улетает Сюда Майнконтрол Сбить нечем Пока Пока нет Башара Абисалблейда Абисалблейда Конечно далековато А на седьмой минуте Если бы на седьмой минуте Джаггернаут Вышел с абисалблейдом Никс немного бы Ошалел Как он видит Можно и не ошалеть Да, ну два фрага Всего лишь Всего-то две 500 голды Еще ты подарил А нет Там же еще ферзблат был Ну Ну 600 Ну ладно Бывает Ничего Не пошло Блин, нет Ну ты смерть Это не так Я прям слышу Как Никс Теми же самыми словами Передает это все В скайп Не исключено Что именно это Он сейчас и делает Ребят Ну ты смерть Не так уж и много Да ты запарил Фиди Всего в два раза Так это и выглядит Я думаю Джаггер Настолько увлекся Денайного Крипчиков Давай Тражких Крипов Ну ладно Все у него норм Все Должна появиться Мана Нет У нее Маны Нет Регулярно Подсушивает Четвертого уровня Уже Кстати Спирит Вечно Четвертого уровня Ребята Ребята Три 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 Два Два Все верно Ты уже понял Суть Развания Башня Четвертого уровня Убить А кстати Кстати аптечка Мы набернел Там Бэйн пришел Поэтому пофиг Что набернел Умирает Ак Уже подъедает Фарри фаер Ну ребят Но 4 Это Это же не 5 Согласен Даже до круглой цифры Еще до полукруглой цифры Еще не добрался Команда говорит Круглая цифра Это 0 Друг Будь любезен И сейчас Просто через минуту Юбилейная Не Ну 0-4 Это уже реально много То есть Как бы там Антимаг Хорошо не фармил Но Джаггеры Тут реально Очень качественно Подфиживают Что это за Пытка-нападение Такая интересная Джаггернаут стоит С персиверенсом Аквилой И фейзами На 9-ой минуте Атакуют Спасибо Нюксу За это Не У антимага При этом Больше денег Матумбамен Говорит Хватит Ребят Я могу Много фармить Но Жалосто Прекратите Хватит Это делать 80 крипов Десятая минута У Джаггернаута 61 Никса Именно 4 Никса Стоит 20 крипов Ему Гонять Гернаута То есть Теперь У них Новая Отмазка Тебе же все равно Все хорошо Чего ты Кликуешь Тебе же все равно Больше денег Все равно Больше Я на стриме Смотрел С дилеем Все равно Мне делать Ничего Я Таверни Больше Чем На лейде Ну все Шестой Сейчас будет Шестой Если они придут С достами Тут конечно Подыги Я бы написал Прямо Рофл В чат После этого Все Вендетта Может найти Кого-то искать Джиггернаута Смотри А он под Вардом Вообще стоит Ну вот сейчас Самое время В атаку Переходить Ну сколько Ты терпел Братиш Сколько Сколько Времени Тебя унижали Ты как раз И вырастают Маньяки Давай Он на топ Правда Под Вардом Да И Его Увидели Ну в смысле Узнали Что он куда-то Ушел Естественно Должны Тут держаться Ребята Чуть Осторожнее Вот он Гостик Который Толком Не подходит Крипам Хотелось Бы Но Поэтому Просто На Экспинг Героид вообще На пофиг Ему реально По барабанам Должно быть Кто его там Никс Не Никс Будет Пать Просто Нажмет У меня Слэш И убьет И Никс Вышедшего Из Инвиза И возможно Второго Человека Который К нему Там Манго Надо иметь На самом деле На случай Моноберна Ну сколько У него там 36 маны Тут сколько У нас там Три с половиной Ну Сатэн Ему Там Ну все равно Надо 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 Простить С собой Манго Его флова Моноберна Это мой Пофиг Силы тьмы Не хватает На свои Сооружения Ну если Он только Хилинкварш Не захочет Лоткнуть Нижние линии Атакуют Так Инвокер Мидас Шнус По общему Графику Кстати 12 минут И полторы тысячи Преимущества У Торнадо Рокс Ликвид Выигрывает По экспе Самой малость Спасибо Антимаг За это Не Антимаг пока Тащит Антимаг молодец Тащит Тут Якорь Не вдвоем Тащат С Никсом Но в разные Стороны Перетягивание Якоря Да Один пытается Его вырвать Из ила Другой вместе С собой И вот Та И он Утаскивает Как это Выглядит Слушай Но при этом Даже умирая Четыре раза А Них Зол Я хотел Ай Профессиональный Игрок В Диту 2 Да ему дней Все нормально Че ты наезжаешь Я не наехал Я просто прокомментировал ситуацию Профессиональный игрок В Диту 2 Никакого оскорбления Подкола Сарказма Но мы-то с тобой Знаем о чем идет речь Да Подозреваю Что и Зрители Догадываюсь Процентов 90 После наших Последних с тобой Высказываний Должны подозревать Что значит Сочетание Профессионального Игрок В Дота 2 А что будет Если его зарублю Быстрее Чем он уедет Но он по-любому Уедет Подожди А вдруг А вдруг я полечу За них С бы не уехал Никсарта На линии не оказалось Так Вкатываются На Арзика Хорошо Копает Его Моноберн От него Подтягивается Джиггерса Подкручивается И Критуля Критуля Будет ли? Шты Хорошо Тусик Той фраг Тусик огребает За то что он Стигер Кстати да Я бы сам справился У меня недавно был чувак Который играл на ромящем Пудже Ну типа Соломит Но потом пошел сразу ромить Который на всех и каждого Орал Когда у него Стилили фраг Он неплохо отыграл Стоит сразу сказать Ну слышу Нормально Но на всех и каждого просто Пофиг Орал Тебя б я узнал Пупыряку Я б же попадал Ухами Для начала Ши БФ почти готов А как дела у антимага Антимаг уже с БФом Уже фарми теншент Вверху Блин как же пытается Матумбомент эту игру выиграть Как же пытается Никс ее не выиграть Ну ладно Никс даже фраг сделал Его оправдание стоит Он даже Посмотри как он вырвался По нетворцу Сразу На две позиции Причем его от еще одной позиции Отделяя там Каких-то 20 голды Оправдание Никса Можно и КФ еще раз назвать Шесть Ш половей Между прочим Каждый день Шесть на вас КФ Не на противника Скажу честно Я бы ни секунды не сомневался Заливать или нет Этот призрачный мейджер Доехать Выиграть И так далее Да Ну да Тут я с тобой соглашусь Лучше Как там Что-то в руке Чем журабль К небе Пеперов бачини Это ваши какие-то поговорки Танкпэйш Так барабановый инвокер Тоже пошли Это больше много стоит На карте Стоит отметить Только сейчас Кто же это подозревать стал С инвокером Принимаются они К ковырянию Силы тьмы Так Сноубол Вкатились Еще и санстрайк На гриб Мегакилл Джекернаут Мегакилл Второй омни слэш Честно Не столько страшен Реально его мегакилл И там Факты Сколько второй омни слэш Потому что сейчас Он с этого омни слэша Убивает любого Даже двоих Возможно Разрушено Шесть прыжков Там еще Два-три удара Ну Это Просто Травмы Несоместимые С жизнью Так Он говорит Получил Я там твой Первый Нетвор С видела как Я тебя ковнул Бесполезный И че ты теперь сделаешь Встань это Беги беги Я живой Антимаг уже переместился Во вражеский лес Это действительно Место возможно Чуть более безопасное Чем ее собственное В наступлении В жестком Ребята Из Торнадо Рокс Так вот Мигает Мигает Че сама Тумбомена Вторая команда Мигает Действительно Раба за ним А я думаю Что пора бы Снести Т1 На топе Я думаю Это гораздо Выгоднее Чем носиться За антимагом Антимаг делает Один блинг В сторону Ты его больше Не находишь Ну вот Сейчас вопрос Да С Amplify Демеджем Конечно Поприятнее Причем Не совсем ясно Что он тут По прежнему делает Любой плюс один И он почти труп Ну возможно Он видит Что джиггернаут Находится на топе А без джиггернаут Его забирать Трудно Всегда есть возможность В принципе Дайну Инвокер решил Не через орхит Играть Хотя орхит Здесь выглядит Ачуто И против Аэма И против Эрс спирита И дазла Кого угодно О привет Касасин Туск Забирает фраг Юбилейная Пятая Да Пятая Нормально Сил света На центральной Таак Тюри Потому что там Кура как разминает Форгиды Вообще Форгиды в принципе Неплохо Наваливают Да вот Бежит И есть Санстрайк Но Кура уворачивается Хотя еще две Плюхи Потому что он умрет В итоге Грейк на себя повесит Я просто к тому Что Насколько Все печали Этого дазла Сейчас складывается Потому что Они не хотят Отходить Они просто продолжают Мыгнет этим Постановку Слардара Блинк Просто догонит Этого пацана Да Эмплифай дамедж Подходит Кура Надо просто переключаться Сразу на дазла В такие моменты Дазл тоже Видимо понял Что на него сейчас Могут учиться Плюс у него Грейк первого уровня Там Рейндж Пятьсот 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 Кстати Замакшенный яд У дазла как тебе такое хороший выбор да то есть ты в атаку переходишь кидаешь и кисло очень микро да хорошо а если у тебя никс в сложной 0-4 не он был 0-4 тогда он сейчас 1-5 стал 1-4 ну твоя реакция должна меняться немного типа нападение вот это в телах джаггернаут мегахилл монстр или пытается уйти с танчик вдвоем неплохой будет имплифайд эмаль сноу болу торнадо по мне вовремя не ошибаюсь отрезать бы хоть кого-то но и в итоге fight закончится наверное ничем до 20 секунд еще полдауном не слышал был но за 4 защитили звукера нижней линии был весьма агрессивный выпад антимаг купает гиперстоун кстати нашли сейчас на чему гиперстоун давай подумаем зачем здесь может быть гиперстоун но в принципе если это будет и раз а но я не знаю некий раз осмотрится неплохо сама по себе но видел то что не собирая торчит инвокер и не зачем торопиться в манта стоял тогда чтобы целом скидывать и решил купить гиперстоун может а ноги в свою очередь покупает себе некрономик он тоже непонятно по какой причине короче инвокер видимо решил решил просто решил решил говорит знать пацанов 1 и 9 тоже неплохо поехали башню сил тьмы на нижней линии атакуют а тут забирают очень быстро вышечку неплохо конечно подпушивают не ну ладно если будут продолжать таком же теме двигаться торнадо rocks то конечно у них есть неплохие шансы закончить эту игру достаточно быстро дать портал вернуть или квартал вышки ладно может быть не только и 2 киришев машину сил света на центральной линии дазл аккуратненько так подхиливает он понимает что у него кулдаун вместо 6 секунд действий более химкварда нет выхиливать лечить трудно без него им активно сплит пушит очень быстро перемещается по карте света и блин сейчас эти подловить кого-то кто прилетел на т1 и этого пацана лучше не ловить костей еще находят здесь атакуют замечательные у меня описание он дуба и но курить сам себе купил туда от рук отбился или завелся забавно дима почти бегает что собирает разор это себе опять до 57 тут понятно саша яша все такое саши яша против дегернаута неплохо смотрится он начинает своем фьюри ходить ему ножку поломал ему уже намного труднее добраться на кого-то таргет да вообще а пока вы тут особо проку нет потому что на тебя домом не слышно жмется тебе что так что так габела у тебя есть дазл то есть я что нужно на него рассчитывать ниже другое ел еще лардец нашел свеженький свежепоставленный мант оставил все-таки появляется антимага у него так типа бить быстрее на самом деле знаешь к чему идет если на центральной линии орнадо рокс вдруг не решаться зайти на хайграунд башня сил света может закончиться примерно так же как в предыдущей игре разрушена теперь что у них дар не живут замес какая-то вакханалии они все сдохнут правильно описано выглядело это именно так все готово в кого-то вкатились джиггернаут пытаются убивать интересный моновоид был он выживает гернаут и по быстрее снять конечно было бы совсем неплохо у него там 502 счет спасибо никсу за это и и спасибо туску за два асиста ну смотри джиггернаут это конечно хорошо но со мной считаю что антимаг немного сильней тут ситуативно так смотри это если идет какой-то замес допустим стенка на стенку если речь идет о конкретном там сплит пуши о попытке поймать этого самого антимага тут могут быть серьезные проблемы то ловить антимага может быть крайне тяжело что наличие бейна там немного облегчает задачу можно хоть как-то будет там через линзу там москар попасть а с нами на просяпе нет 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 они к сны докачался до шестого муж росьмой вы тяжело морально просто залил катку команде туда как-то неплох в принципе можно пострадать немного морально и вот опять на топе забрать хирошана под имплифай дэмэджем это приходит быстро но антимаг с гипертонам тоже быстро составляет по вышке сжимается противнейшим раз мы напали на джеракса и убили его за долю секунды вот опять опять у раксов все круто они опять сильней типа хотя мы видим что по деньгам все очень круто нашли я смотрю пришел джиггернаут базу защищать но база-то горит а где вот эти ребята телепорта нет телепорта нет телепорта нет телепорта нет надо бы оставаться ему надо открыть просто раксам сайт с этим телепорта нет телепорта . нет но тогда альянсом телепорта . не будет возможно возможно них на третьем интей на третьем интей у них было все интересно да я помню эту игру смотрел смотрю да да так что у нас тут у нас тут инвокер у которого барабаны мидас не крочи то есть у него вроде бы есть артефакты вроде как нет их их стараться очень грамотно сейчас использовать подойти под вышку с алакрити с форгидами и через них рачей через это алакрити барабаны просто пытаться снести как можно более здание предварительно желательно еще нагрев кого-то развести там образом непостижимым а вот в этой карте делает никс кроме кроме вида я не знаю линзу купил у меня два вопроса почему как почему зачем просто зачем это линза ему я не знаю и но и составляет без маны подкоп не стоит спать о том что там и гида очень хороший сплой тратить сейчас не стоит то что ничего пригодятся и ну от спали неплохо вроде бы еще некрономик он потеряли я буду на месте антимага не особо бы чел потому что какой-то бэйн он реально может испортить настроение силы тьмы укрепили свои улыжничек опять седова пробивают сайланс хилен кварт бы этот как подразбить вообще было бы замечательно башня сил тьмы на централе так седой опять на брасок хорошо с панчем на матуба мэна тут грейв и отлично бэйна тоже сбивают сейчас финс грипп антимаг успевает уйти с блика на последних хитах добить его естественно под фонтаном уже нечем седой убегает но вышку забрали здесь нельзя уходить нельзя уходить надо оставаться можно переждать ультра есть опни сплэш до сих пор не потрачен антимагу сейчас показали не все так у него радужно и потерять манну да ну и нужно потихоньку учатся к сносу зданий наверное так хорошо еще один панч еще раз на потом а вот теперь-то чего спасать потратил фата есть брас есть ноу-бол затыкает ли фату фата еле живой прожимает фил снова грейв на сторону потеряет здесь ликвид скорее всего с лордар очередной блин падение на майн-контрол и просто раз пополамило и за жерок сам не решил не гнаться джиггернаут сбивает ему наконец-то это минус страна это минус страна не короче снова есть можно сместиться и на вторую по сути дп уходить я думаю не стоит тем более там хилингвард скоро откатится есть тп с интересный муф от разора выходит спину а тима куда же ты блин канулся-то дружище куда же ты нападаешь кулдаун на гриве и это просто суициальный блин и это просто минус 2 конечно байбеки есть там у двух персонажей но вот разор например тут бегает которого тоже нашли которая тоже минус арморчик вешается который тоже очень легко убивать и у него как раз тгибайбека и нет уже еще одного зацепили джеракс колд снэп но никто его не бьет это время вот он хилингвард начинает пилить вышку вышка здесь тоже еле живая хорошо спасает третьего уровня он все-таки уже майн-контрол еще раз погибает но это просто полный провал с две стороны судя по всему не я пока еще подерут следом урок пригорел очень сильно пригорел но всего остается он решит ли убежать отсюда ропс а вот и покера не плохо еще будет дальше идти хотя есть через пять секунд слип запрыгивает оба на вот хватит или нет вот еще одну плюху и все и не хватит никаком она развернуться он не может чтобы дать этот слип то еще один фраг но минус одна сторона минус одна но сейчас закупится очень сильно закупится потому что джиггернаут иметь на руках 5-100 бзз имеет 1200 и травела вот сейчас прям все купил честно мне кажется не хватило того самого авантюризма сейчас рак сам потому что им мне кажется было просто пойти и суициднуться в бараке во вторые просто забрать там половину стороны треть стороны не знаю в смысле сделать хоть что-то на этой линии они и так уже забрали одну линию если ты мрешь за одну линию это в принципе нормально если ты мрешь там всей командой уже за две стороны то это уже прям совсем хорошо вам все равно ничего еще не сделают вас там тир-2 стоит на центре и внизу вы практически ничем не рискуете и возможно действительно стоило пойти как-то убиться в эти бараки на нижней стороне ну ладно это их решение возможно ничего страшного пока не произойдет надо гернал собрался кирасу очень сильно укрепился по армору можно дождаться сейчас следующего рошана штатство уровне уже будет для чему заходу это определенно с третьем не слышь там прыжком до 3 мне слышь с девятью прыжочками это очень сильная штуковина вспоминаем все тех же никсов блин никс так классно классно трал в этом матче 1170 мистер п мистер полезность то есть многие могут сказать блин а чё ему оставалось делать ну хотя бы не видеть вот по ситуации когда у вас ситуация на линии изначально неприятная вы можете просто не видеть вражеского героя керри вы стоите против керри его задача в том что фармить вы помогаете ему фармить и в итоге эти мак как бы он круто не фарил он находится под клоп по четверым ты посмотри это просто рэвэйдж туда же камешек залетает что на этом все закончится но нет нет на этом еще не все заканчивается на этом все закончится именно для никса давайте поможем никсу найти новую команду после этой игры мне кажется такой мем будет весьма актуален возможно возможно а вот у мамы на тоже конечно проблема то что он не может себе нормальный второй артефакт пока чудо собирать конечно у него появится скорее всего butterfly и возможно даже без а ну что значит возможно бит пока у него еще четыре минуты кулдаун на майбеке так что его же интересы часто фармить этот butterfly как можно скорее и уже с ним приступить фарма очень быстро режет конечно матом быть реально очень силен но за ним выехали и если его получится нормально найти цепить каким-нибудь бэйном то кто его знает чему все это приведет вижу на здесь такого не то есть только сейчас влез торнадо так конечно тяжеловато могу всячески пытаться не давать пусть у людей вот он час увидел то что у него прямая здесь имеется нужно просто отсюда уходить да он уходит усик подпушивает мидал всячески не дает крипом оттуда отойти либо по всем лейнам жмут по топу возле ботом только сейчас отпушили здесь антимаг тоже всячески пытался продавить лайн ну а не выиграть время 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 и то им необходимо сейчас это время потому что эрспирита в этой игре практически не видно в отличие от предыдущего матча про жука мы уже в принципе все сказали в то время как у роксов дела обстоят ну естественно в разы сильнее и у нас тут ел сайлент стрел но у него есть глимер просветочка или ела здесь до должны его убивать хотя он вкатывается метеор сноу-бол хорошо да в итоге на джеракса укатывается у нас туск где-то на хайграунд даже упадет но и в итоге антимаг пытался подраться но он не слышал и увидел как упал никс мне этого достаточно слушай антимаг неплохо дерется антимаг все фуловый антимаг фуловый на нем висит вив запрыгает еще и поломал хелинг вард слушай он еще и седо будет убивать в итоге куру со своим ядом замакшенным это минус 3 от liquid я открою графики специально чтобы посмотреть сколько было преимуществ на этом этапе было 12 тысяч играли 3 половиной косаря половиной косаря и рожан появляется прямо сейчас боже да может быть такой нереальный тайминг это может быть такой нереальный тайминг если джеракс просто сейчас зайдет сюда он заходит он говорит пацаны тут рашан надо мид отдевать потому что там очень много крипов ломится на хайграунд руны дабл дэмэдж какие же подарки сейчас и просто таким страйк не выкрасить это дело за чекал иметь значение за геран быстро чем это м м попасть победа математ не может и 2 100 у него уже и это муншард а так спичит будет просто запредельный максимальный обсказал 033 3 атаки в текло наносит если его не зафиксировать если его не зафиксировать он вырежет вообще все в этом конечно есть одна проблемка для ребят с команды rocks но только что было видно то что вернам с ним не особо воюет джеки рон с ним почему не особо воюет потому что у него вот этот артефакт тот же кипнуки раз который он себе собрал она хорошая безусловно хорош но она хорошая если они давят здание у здания там ранее у героев естественно тут меньше брони но суть не в этом потому что вы прессуете строение и как-то с ними повоевать они напрямую с героем напрямую с героем ты собрал на джиггернауте башер и обисовал и все полу его мотумбомена пусть он дальше сам разбирается там блинкаться собирается точно также дела касаются и инвокера который купил себе барабаны не крономикон и купил себе орхид не хекс то есть по это гоним это вроде бы тоже более-менее понятная фигня гонит хороший выбор ну хекс чувак нафига тебе аганим ну что ты сделаешь со своим аганимом я могу рассказать что ты можешь делать с хексом что ты будешь делать со своим аганимом я не совсем понимаю его начинай но на калду калдуешь ты хорошо а вас вон антимаг режет ну ладно с 20 тысячами курса так урок грейвен из тебя запрыгивает а м начинает подрезать он с аретисом поэтому можете упаковать им не стоишь получает проезум от оставил ну и уходим в иллюзии да вы иллюзии все ушло сама тумба мэн отсюда успел убежать улетает отсюда также джеракс матумба мэн прыгивает я уже чё-то подумал что он прям в жерло нырнул в самое и проблемы потому что зла нет будет грейва никс выкупается команда разворачивается назад боже мой никс сделал байбэк 1 10 этот изверг он ничего не боится ну так он на самом деле ничего не боится морозок и решили по нижней линии судя по всему пойти рокс или они просто решили отойти просто решили отойти жук находит инвокер я нашел фраг этот фишара ща мы его развалим всю игру погонит пацанам ща мы его еще раз заберем и жук но это же про все про тебя без разницы разберемся не переводи стрелки сорвался башню сил света на центральные линии уже как он режет вот 32 ну и моби служен в любом случае нужно биться а возможно после вот пропажи а егиса да можно муж артур сожрать стись неверный сажать мушар ну что если на фига он ему нужен вот когда вообще слотов не останется я реально нужен айгис битва есть ты пропадет и ты купишься бису может быть башня сил света на центральной линии разрушена где навести чтобы была продажа я не смотрю было 14000 осталось в пике в самом осталось 6 6 до минимума сбросили до 6 сейчас 8 типа чуть-чуть подформили за последних пару минут но опять графики опускаются потому что стоит на базе сейчас рогс никуда не выходят понимает то что драться против вроде бы идея не совсем крутая да но антимаг набирает вес каждый он так много весит есть отсутствие контроля вот в чем суть типа я хорошо вот бэй но бэйну достаточно легко сбить его ульт просто потому что там есть мирами то тебя он из любой позиции как как угодно этого духа точнее как угодно этот земляной дух этого бэйна сможет остановить там сто пятьсот тысяч способов плюс еще распирит выходит в просто очень любишь называть его эмбером я очень хочу назвать небе как я кого-то называл другим героем не помню кого я помню у меня был антимаг орнинг хотя на нем играл энви и энви играл против бернинга некоторые игроки настолько часто играют на конкретных персонажей то что ты привыкаешь называть героев их именем они наоборот майн-контрол а можно будет нюксом называть после этого матча он заслужил или нюксом майн-контрол в принципе до рулона пока еще тролл не скатился очень близок рулон так опять отметьте на рулоны это где рулон это было в кс-е ноль если то 0 15 человек сыграл тут никсу тяжело уже сыграть на 15 ну да но тут за убийство своего не отнимают о гим купил дорожечный сказал потому что думал он недолго у него пробудет что он рогс пресс-форвард и пойдете вы по нижней линии у вас же там все эти кирасы и прочее огонь и хорошую да бэйн чекотать ай не повремя иникс также он решает слушай там лордар классно вошел в четверых в итоге бласт все ходит на два мэна убивают есть байбэк а вот у жука нет и урока тоже нет а кстати а где был грей все это время там в стане все были там какие-то они же не вечность в стане стоят там антимаг он успел расчехлиться типа там дрыгаться но его просто убили там два героя без байбэка и 1 макс сейчас негодует и истов стоит к там джаггернаут там был дэмэджем он не кстати да не стус нормальным туда пендаль обратно педали выписали хорошо очень стартар вошел очень круто казармы сил тьмы на нижней линии ну и все-таки rox kiss по-моему выигрывают и грешил их окончательно похоронить сейчас вот этой фразы по моему выигрывают ну потому что вроде как они не стороны забрали две стороны это не трон типа то знаешь когда игра заканчивается поте есть типа правила вот когда вот это здание ибо вот это здание будут разрушены тогда игра закончилась спорчен иногда пишется раньше ну я чуть думаю что в этой игре вряд ли подобное произойдет после от раньше это разве что когда сдохнет там четыре героя без байбэка они убили антимага сейчас любыми любыми просто абсолютно любой ценой ты убиваешь антимага ты выигрываешь игру просто не спас ну бы грейф от дазла у айма еще были шансы какие-то грейф от дазла ему были бы шансы сорян если отриблю слишком много грейф от дазла вроде же норм дошел у бейна ну да бейн пытался конечно отсюда уйти но у него не получилось а вот теперь же у бейна нет байбэка или такое включаем сейчас байбэки и смотрим внимательно то что у ардора нет байбэка у бейна мы уже это выяснили остальные байбэк имеют дайвокер кстати гернал тут наши зрители иногда выступают хорошими статсмены половина фраг ты сделан на них все 11 но уже меньше половины никс тогда будет больше они туда будет ровненько не только никс а тогда будет 24 и вот сейчас эти пытаются так такие шоу рошана посмотреть вот это вот вы и бежал то не иллюзии не считаются nix а м делся окно нет еще 800 байбэка байбэка нет это понятно данный выделал дайте могу сейчас вернее дазлу сейчас вгрыться в этого эти мага я вообще под solar крестом а ему убить очень тяжело потому что там никаких манки кинг-баров еще нет и быкует на самом деле джиггернаут с учетом того что и гисуню нет ты скажешь быкует nix nix уже набаковался уже 11 раз отбыковал лотус сорб появляется просто все на защиту своего антимага по все знаю знаю где находится противник так вот форгиды там ух еще новые форгиды заража на 15 секунд никс находит скопал по их копает да ладно камень еще не залетает минус седой минус бзз нет бзз еще живет на 30 хитах ушел все есть на верт минус убили это был невероятный фейл и жук просто радостях ты паут фуловый делает закупаться тысячи девятьсот центральной линии атакуют на дагер хватает слушая подрались ты круто развели джиггернаута на байбэк причем байбэк это был моментальный не знаю зачем он сделал но он его сделал и в итоге теперь они примерно в равных условиях единственное то что у айма быстрее байбэк откатиться ну да и поэтому есть сейчас где-то в какой-то драки минуты через две три аганим еще появился у эрспирита все это время антимага мог спасти только на разу сейчас появляется земель и может подсейвить вот появляется трава лава антимага появится сейчас съедает муншар еще и сырок никс покупает даггер я жучиный подкоп мы с него ржали всю игру а он взял и выиграл но не очень не было сейчас помог я бы назвал этот мув не до проиграл мысли в прямом если бы не этот муф то он бы ее слил в салат а вот этот как бы не редак все какая разница никто не будет помнить что он фидонил как он все будут помнить что мы будем помнить все будут помнить как он дал там срывом пейл там типа всех поубивали кое что делать рак сам теперь кроме того чтобы распускать нюни мкб у джаггернаута когда подъедет через две четыреста бэк-бэк попортил ситуацию да две четыреста принципе немного если бы дать ему время именно на фарм они на ну просто бегать графики восемь тысяч по золоту x по уже опять же было 12 тысяч кисловатенько конечно дела для раксов обстоят но у антимага есть один плюс у него заканчиваются ты у него бкб я чуть только обратил на это не по уже нажимал а вот до предыдущей драки даже когда умер тратин драда у него же было башню сил срозор крепость через две секунды можешь нажимать ах у тебя кул даун а кантимага усыпили но не забываем там есть и гида под вытолкнули немножко лоту сорби повесили ну заходя им не стесняйся я неплохой дэмэдж у тебя все замечательно уж чина что надо амплифай дэмэдж схлопотал но у него даже с амплифай дэмджем нормальная армора там я думаю не стоит развиваться хотя амплифай дэмэдж на тебя постоянно может висеть он с лар крест повесили на него у него уже 50 процентов сокращения физухи а вот и гиф пошел а вот его можно вообще заходить на морозе просто что не такая трус лордара минус а булыжник потом бомена тут же два пайпэха и блокер сутка возвращается в игру из гостика высотели весь дэмэдж и будут просто фокусить вышку на просто забрать товар хотя бы забрать товар джук может что творит этот разрушен прейч просто прейч майн-контрол лучший жук планеты нет так теперь их валил до 3 12 теперь ровно половина фрагов команды рук ски сделано на жуке у нас возможно есть отвлекающий маневр типа только жука зато вся остальная команда себя неплохо чувствует и нормально фармит причем у жука со счетом 3 12 денег больше чем у бейна 1 5 11 ну вообще тут два импэйла выдал божественных за 47 минут сорян у бейна нет импэйла проблему бейна проблему никса не и колыша не того героя все-таки сразу боже какой же тот импэйл имбовый все надо срочно брать никсов леонов еще кого-нибудь не знаю добавлять новые импэйлы в игру там артефакт дату который импэйл добавляет вот тебе и башер на антимаги ну вот теперь вообще все плохо я бы сказал это даже обе стал готов но он оставляет на байбэм что у него байбэк уже есть а у джиггернаут его еще не будет ровно две минуты поэтому сейчас можно сделать ва-банк джиггернаута умереть вернуться на ехала инвокеру нормально там разор еще дома не подсосал сатэн конечно не предел мечтаний но неплохо возвращаются по тумбомэн хоть закончить значит закончите монтаж здания даже за не окончен теперь можно уходить со временем там сам может упасть что думаю не особо хотят уходить и не знаю то что джиггернаута байбэка нет я думаю нифига ставить и все рейв просто чтобы не отдать возможно эгиду лишний раз там по мане проблемы небольшие ну никто не хочет подходить будить его аеги закончился а он в камне он был уязвим некоторое время и он уходит неплохо сыграл нет секунд от блинка уходит по тумбомэн как он оттуда ушел еще бкб разорву этот раз уже нажимает там напоминает уже погиб еще 50 секунд его не будет байбэка у него нет фото то тоже закрывают фото фото сыр не успевает поражать то происходит да именно так но происходит пока что махач неплохой причем махач слишком расслабились уже ликвид кстати байбэк появился во время пребывания в таверне у спирита бессмысленно его делать тебя сейчас наверное придется и разору тоже рапору точно насчет спирита не понятно может быть и досидит да он досидит скорее всего то что пошли на топ крипов потому просто колоссальное количество сейчас будет подыматься на хайграунд можно было бы как-то и под шумок с ними зайти разору над делать байбэк антимагу надо покупать обессал бейт мне 4 600 избыток иди купи обессал да я думаю он был бы с радостью купил бы этот обессал блэйт да и пора б уже действительно курьера хотя бы отправлять хватит это терпеть что курьера где-то профукает тогда сам иди купи должен заряжать в этой игре но аганим еще соберет и будет устраивать рвань пати на хате все вот он убийство еще 3 900 а все уже тарить нечего бф только если дропы тем кб играть ну да разве чтобы это если у ворота появится на воротов там нет как таковых и в принципе их нет вот в чем дело даже без solar креста играют здесь ребята бокс две стороны на одну сторону кстати очень давно не переходили в наступление вообще принципе ракция то есть игра у них как-то все больше возле своего хай граунда смогу будет искать искать убить например тоже да там если попридираться по каким-то даже артефактом банальным тот же solar крест черчайно дешевый артефакт четыре тысячи ли 33 33 тыс типа вообще копейки и вот едится еще раз посмотрю до 3000 ровно стоит просто копейки но дает невероятное количество всего и повороты и плюс армор или минус армор то есть универсальная штука вы играете против одного грубо говоря кора то есть того же антимага просто кидаешь на него 35 здрасте в чем проблема собрать ну потратить три тысячи на подобные вещи спалился подков решу потратить блэкинг барна сделать топор на верочку на верочку черт или просто вы не знаю короче где-то где-то он там был висе виспа возможно хотя глимер вроде был не в кулдауне этого туз кинул в черт его знает он до bkb 40 секунд как можно подпушить ботом хороша на следующего если только отдавать кому-то разору тут уже сыром еще один сыр выпадет пять сто чем можно вторить кому тима могу все на вторникался да наверное я сказал все если он хочет совсем сильно укрепиться можно вместо battle fury тараску например купить так это чтоб прям совсем на верочку я вроде бы урона и так много просто чтоб я там ненароком не сфокусил какой-то джиггернаут за 2 секунды о да тараска может быть неплохо плюс твои иллюзии будут намного жирней а джиггернауту что собирать вместо bkb что-то джиггернаутом может быть даже бляй зайдет заставить а ему мкб собрать честно я даже вот не скажу ну тоже бы обе силу не помешал для начала потому что обе силу того джиггера нет это тоже немного странно потому что в артефакт очень крут просто лишний контроль про лишним никогда не бывает она вот показывают Рокс, куда они собираются сейчас идти воевать? Воеваки? Да. Быстричка. Если сейчас встрянет, будут серьезные проблемы. Куда? Тайгер не туда называется. Да. Поломали вард. Здесь, кстати, матумба-мен. Его спалили. Финцгрипп. А зачем? Надо спасать его как-то. Метеор, торнадо будет ли? Нет, торнадо не будет. Пока он успевает нажимать, начинает драться. Заканчивается Разор. Правда, очень быстро заканчивается Разор. Пошел Абисал по инвокеру. Инвокер. И у Кантслип или что вообще произошло? Где там инмагг делся? А он ушел. Минус 3. От команды Рокс. Хорошо, на Рошане. Можно забирать Егиду. Жук опять копает. Боже, остановите кто-то этого изверга. Остановили. Спасибо большое, Седой. Разор сделал байбэк. Возможно, просто сразу его сделал тупо, чтобы он быстрее откатился. Байбэк бы в любом случае пришлось сделать. Ну да, сейчас должны идти на хайграунд. Я уверен, должны идти на хайграунд, причем толкнуть какой-то ботом. Да, рисуй прямо сейчас план Капкан. Ребят, заходим через ботом, идем ломать топ. Это правильное решение. Ну, тут иллюзия има очень классно справляются. Вот тут немного провтыкали парни. Инвокер только-только пришел. Своими крипцами. Ну, тележки едут. Тележки едут, так что он... Ну, в смысле, темп удержался. Финцгрик, кстати, нормальный был. Просто долго антимага не могли спасти. В итоге, да, в итоге растерялись как-то. Ликвид немного с этим спасением антимага. Да его спасать толком-то не надо было. Просто толкните его куда угодно. Или в бейна плюньте что-нибудь. Все, у вас точно так же начинается замес для вас. В итоге началась какая-то суматоха. Тут забегали внутрь, выбегали. Рефрешер. Тимага. А чем? Я боюсь показаться наивным. Но для того, чтобы сбрасывать кулдауны на шмотках. Быть. Ну, типа, мантастайлы. Допустим, если ты собираешься как-то условно сплитить, то мантастайл или травела, или бкб тоже тебе может неплохо пригодиться. Интересный выбор, на самом деле. Прешер. С собой его особо не потаскаешь. Ну, это на конкретный случай. Если ты где-то там уже нажал какой-то блэкинг-бар или мантастайл, просто поднес куру, жмакнул, переложил обратно и вошел себе драться дальше. Прям совсем нужно. Да, ну, а Егис имеется у Роксов. Теперь желания особо заходить на хайграунд у Ликвид понятное дело нет. Почему нет этого желания у Торнадроксов? Почему они не хотят идти и попытаться зайти на хайграунд? Ну, это преимущество вроде как есть сейчас. Байбеки имеются. У инвокера нет байбека, но есть Аегис. О, Хекс. Возможно, Хекс ждали. Может быть. Ну, у него 2-200 на руках, в смысле, ждали. Только купил его себе. Возможно, он думал, что ему нужно собрать и они ждали, в смысле, мыслительного процесса. Ребята, нам пора. Нет, подождите. Я думаю. Чего мы ждем? Я думаю. Типа такого. Ну, а что тогда у него только сейчас появился семья вверху? А он что-то продал. А, он барабаны продал. Барабаны были. Единственный артефакт на команду, который был, и тот продал. Ладно, есть еще Кираса и... Владмир. Смотри, заход в Смаке. Если сейчас кого-то найдут, будет совсем неприятно. Я еще раз подрубаю байбайки. У Раззора его нет, а Раззор-то как раз сейчас может и встрять. Ассасин. Жук с Ассасин. Жук с Ассасин. Прыгать! Мимо! О боже мой, это переворот! Нет, кажется, не переворот. Сноу бол. Сломали. Тут, кажется, всех сейчас вообще сломают, хотя нет. Смотри, все ушло. Ушло в никуда. У него высотили весь дэмэдж. Минус 224. Джаггернаут здесь вообще урона не наносит. Его просто должны колотить. Есть айсволд. Фейм. Носится. Манавойд получает. Тут же скуклился. Ой, как больно. Наваливает Раззор. Гостик отсюда вряд ли уйдет. Даггер будет через 3 секунды. АМ должен запрыгивать вперед. Есть кричка. Сбил даггера инвис. Паши не работают, да, и уходит сельдь. Но линии запушены внизу. Просто если сейчас не пойти, не отпушить эту сторону, там все поломается нафиг все вот эти вот толчки и все сгорит. Нужно срочно идти на нижнюю. Топы, ботом, там все. Нет, ну просто на топе это крепчики хотя бы обычные, а здесь там полный алярм. Да, в итоге эта драка никому ничего не стоила. Ну да, никто ничего вообще не сделал. Была очень плохая позиция для того, чтобы они подрались, я имею ввид, и просто слишком далеко были. Никс очень интересно подкопал. Не, ну он копал, в принципе, вслепую. То есть он прыгал, он примерно понимал, где находится противник, но копал он реально наугад. Так, там могут прицепить айма. Кстати, да. Хекс. Эмп, метеор, не туда. Матумбомен, прожимает блэкинг бар, может что и здесь попытаться подраться. Но он обисал, есть, я не знаю что, но во-первых он не нажал. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо, Слардар! Слардар! Боже мой, этот Слардар! Как же я тебя прочитал, говорит, Гостик, как книжку, как микрономикон. Как микрономикон просто. Ты даже слова не можешь выговорить, что прочитать, боже. А я и не Слардар? Ну, согласен. Я бы не прочитал. Ну, немного антимаг, не знаю, не успел сообразить, но был в панике, потому что его, естественно, здесь не хотел просто драться. В смысле? Он был в панике? Он начал драться один на один с джигаром, вместо того, чтобы просто делать блинг. Так, если ты начинаешь драться, у тебя же есть Абисал. Он же Абисал просто так попал. Ну, типа, воткни его голову, а вот джиггернаут умрёт, пугает на так, бам, и всё, и нет джиггернаута. И сейчас придётся делать байбэк. Конечно, деньги на байбэк есть, это не такой большой удар, там, по его экономике, и мак вообще пофиг. Да, так в этом-то и фишка, то что там всё слишком хорошо. Если сейчас антимаг умрёт, то всё, ГГБП. Уже 59-ая минута игры идёт. Ну, раз за час можем перевалить. Хотя, мне кажется, что до часа тут дело не дотянет. Тут всё решится буквально за следующую минуту. Например, вот сейчас фату просто поймают, и всё, его будет Габелла. Нет, тут Жукс, Жукс Ассасин. Не вздумай спасать Жукса Ассасина. Он его спасает, Жукса Ассасина, антимага. Кто спасать-то будет? Антимага не надо спасать, он сам тебе спасатель. Плохо убивает одного, справляется также со вторым. А то бамэн прыгает дальше, башь первым ударом. Тринус четыре. Зачем тебе рефрэшер? Зачем тебе рефрэшер? У тебя всё есть. 15 секунд до Блэйкинг Бара, 15 секунд до Абисова. Ну вот он и передумал. Передумал, да? Говорит, блин, петрофресная грунта. Да пока он долетает, у меня уже всё откатилось. Нет, всё откатилось. Ну так, курицу в таком случае вообще лучше с собой вносить, но тогда лучше завести себе специальную вторую курицу. Которая будет висеть над местными потенциальных файтов. Да, под лесами где-то её вот так вот, под бортиком там подводить вот здесь вот, здесь вот. И спокойненько, что если где-то вот тут вот висело, как где-то произошёл экшен. Это должны быть байбэки. Да, но там крипы на миде зашли, поэтому бакутор про атакшена нет. И это будет ещё минус сторона. Не хочется делать байбэк джиггернаута, но... Окей, придётся. Нет, не будет. Которая может заставить поверить, что нет байбэков джиггернаута или как-то так? Ну, глупо, в смысле не иметь байбэка на таком этапе. Так они им пойдут, но всё равно заставят сделать байбэк. Просто в сторону просто так отдали. Получается. Там Т3 еле живая. Бак сейчас очень хочет запрыгнуть, или хотя бы отправить Иллюзий. В итоге Иллюзий он отправляет. Иллюзий просто добьют сейчас вышку, там 200 хитов, это вообще ничто даже для Иллюзий. Он потрачен. Жук, докопался до Арзика. Матумба-мен заходит в БКБ. Бах-бах-бах, джиггернаут появляется. Байя валяется, джиггернаут. Иии, все уходят. Да, все уходят. Хотя, слушай, Фата может туда не уйти. Если Фата убьют, будет, конечно, норм. Но он там что-то в камень вроде бы превратился. Да, так и есть. Жук копает, боже, что он опять творит этот Жук. Исидова сейчас просто убьют. Он не слэш, по Иллюзиям. Да пофиг на его, он не слэш. Почти никому не наносит урона, там все пуловые. Антимаг только немного подпросел, и Антимаг уходит. Да, Антимаг отсюда уходит. Не уходит, джиггернаут. Нет, нет. Жук опять копает. Прекрати. Прекрати, Жук. Прекрати, Жук. Да, опять три байбэка. Но... Какой вот там смысл? Джаггер просто залил игру. Я не знаю, правда, кто залил игру. В плане приказа, кто сказал не делать байбэк. Но в итоге, пока джиггернаут появился, два героя погибло. Четыре байбэка было сделано. Минус семь тысяч. То есть обычно мы смотрим плюс. Типа там разница там обычно. Там на пять тысяч выиграли, и косарик докидывается. Здесь минус семь косарей и плюс четыре тысячи. Одиннадцать тысяч разницы в этом замесе получилось. Не в пользу команды Рокс. Я уже хочу на этот график посмотреть, на эти минус одиннадцать тысяч. Мне уже так интересненько оценить. Оценить одиннадцать тысяч? Оценить одиннадцать тысяч. Вот это разбежавшись прыгнуть со скалы. Слушай, ну теперь намного трудней, когда все лайны пушатся. Да. Но они не пушатся, они скажем так на месте стоят, но теперь ничего не давят на Team Liquid. Они... О, вот. Красота? Красота. Красота. Как выглядит красота? Да. И инвокер говорит, что-то тут не так, куплю-ка я себе Blink Dagger. Хорошо, какие могут быть еще опции, посмотри, касательно Blink Dagger. Октаришка. Ну, Октарин это топовый артефакт, мы его вообще не обсуждаем, это типа всегда хорошо. Нет. Рефрешер. Вот. У меня напрашивался рефрешер, ну типа БКБ Хекс. Это нормальная штука. Ты хексанул, дал пару кастов. Некра. Да, можно зарефрешить, да, действительно. Но появляется Blink. Окей. Не, Blink это норм, ты хотя бы под Жука можешь не так очевидно подставляться, как он все время делает сейчас. Потому что герой без... Из Юла, без Форстаффа, без Blink был. Соответственно, что он вообще хотел ловить? Там два или три раза вообще под этого Жука встревал. Ну что, попытка зайти? Может летать Хекс? Им просто надо убить Джиггернаута. Да. Они убивают Джиггернаута, они выиграли игру. Байбэк УАЭМа нет. В слабах-то, а? Всего убить Джиггернаута? Всего убить Джиггернаута. Он Никс подкопается. О, смотри, он кстати вспомнил про то, что можно Куру за собой водить. И Кура действительно подлетает. Кура просто на базе у противника висит. Морализующий Курьер вот этот. Торнадо. Так. У меня особо ощутил. О, Разорчик сразу себя этот Amplify сбрасывает. И на базу улетает ЭМ. Но он еще что сможет зарефрешить? Торвала и вернуться назад. Хотя они и так быстро кдшится, там 40 секунд. А, там вот эти второго уровня Торвала, они совсем... Решили подождать его байбэка. У него будет только через минуту 50, за эту минуту 50 можно прыгнуть. А спешить некуда. Если Ликвид смогли из вот таких вот дебрей вытащить катку, то что им мешает выиграть эту игру при уже преимуществе? Ну, в принципе на него почти пофиг, мы понимаем, что тут уже идет преимущество там не денежное никакое, а именно тактическое. То есть, они выровняли ситуацию по линиям. До этого они постоянно где-то были поджаты, чего-то боялись. Сейчас единственный, конечно, косяк, это то, что у них до 4 практически нет. И даже если начнется какой-то бейс-рейс, то у Роксо будет очевидное преимущество. У них, во-первых, и некрачи какие-то там в плюс имеются, и в принципе Джиггерноут с инвокером с Алакрите могут неплохо по базе стрелять. Ну, тут минус Рошан. Честно, вот эти сырые Аегисы, они уже как-то так сфер видятся. Да, Аегис забирает слот. Вот Аегис забирает. Да, ну, в курье влетел Блэкинг Бар. Ну, выбор, в принципе, неплохой. То есть, запрыгнуть, впитать кучу дэмэджа. Ну, да, тебе БКБ конкретно в момент, когда тебя первый раз убивают, вообще нафиг не нужно. Ну, и вовремя подвести его во второй раз. Да. Встать и умереть второй раз. Да, ну и вот такая интересная траектория теперь у команды Ликвид. Нарисовал Кура. План передвижения. Да, мы что за час перевалили. 66-ая минута игры. Ну, я предполагал, что еще во время предыдущего эпизода закончится эта игра, что получится продавить у Роксов. Либо же не получится настолько, что Ликвид задавят. Но ни то, ни другое не произошло. И сейчас все тот же, возможно, последний заход. Хотя, вот, 6 минут. Антимакс Аегисом будет сейчас бэковать под Сулур Крестом, скорее всего. Будет стоять на хайграунде бить вышку. Там у вышки-то, на самом деле, 109 хп, поэтому бить ее не получится. Скорее всего пару раз ткнуть в нее выйдет. Парар валится. Есть. Да, вот два раза он ее ударил. Заходит Разор. Бьола. Нет, не вгрызается. Лотусор. Антимак прыгнул далеко. Прыгнул на инвокера. Инвокера сразу же спрятали. Вот это, кстати, неплохо, то, что спрятали этого пацана. Подрубается БКБ. Хекс. Нет. Есть удушение на Фату. Фату еще хочет. Инвокера ему расстрелили. В то время Антимак пытается убивать Бэйна. Бэйна-то он убил. Ну, хорошо. А что дальше? О, с распрыжечкой. А, слушай, еще кого-то убили. Нет. Его спасает сейчас. Earth Spirit. Фата по-прежнему живет. Фата умирает. Да. Минус эгида. Джеракс тоже неплохо. Замагнитил. Слушай, АМ это все плохо. АМ. Кура. Ну, к нему БКБ вот подъехало. Но он просто ушел. Нет, он не ушел. Он просто продолжает драться. Он знает то, что Омни Слэша нет. Омни Слэша нет. Что ему сделать? Мотостайл можно. Нажать и забрать в сторону. Мотостайл. Ну, вот так и так заберется. А, он, возможно, не хочет. Возможно, бережет как раз на случай какого-то Савица или еще чего-то. Но вот он... НИКС! Подкоп под водой! Живой этот Никс Ассайсин! Что ты творишь со мной, чертяга? Что же ты делаешь? Бейберак, бейберак куда-то бежишь. Там все, 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 все. Там мега-крипы. Тут на базе все норм. Тут если вышка стоит, дрон не горит. А то мы порой слишком много хайпа наводим, а там уже база сгорела. Так, вот он рефрешер. Подъехал. Есть еще сыр. Прям на базе лежит. Тут просто уже раскладывают свои артефакты. 5 секунд до появления Бейна. Только Джиггернаут остается на защите. Подрубает Монтан Стайл. Нападает. Мовит, описывал и умирает. 2-0. Ликвит. Побеждают. Что ты там, помнишь, говорил в начале? Если залить, я не знаю, как это получится. Вашную силу света на Центаллине. Мне вообще скотина, 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 скотина. Да. В момент, когда у Никса было 0-4 примерно. Нет. Это я снова когда-нибудь две стороны снесли уже. Потом что-то с третьей стороной не заладилось. Неплохо сыграно. Что можно сказать? Ликвид молодцы. Молодцы, да. Рокс немного не хватило. Вот что им не хватает? Грамотные координации. Вот и все. У них все было в начале. У них были деньги, у них были хорошие герои. Вроде бы более-менее внятный план действий, но конкретной координации этих действий она практически отсутствовала. Кто-то что-то нажимал, кто-то что-то не нажимал. Второй все получалось классно, когда вот этот Слардар в четверых прыгал на Рошпите, в смысле над ним, на секретном магазине. Тогда все было вообще идеально, когда Бэйн там вот это удушение в соло делал. И вроде тоже все было норм, но в остальных моментах видим, Ликвид оказались чуть-чуть сильнее. И брос이 с ней Аливер не захватывают все поиск фейер